Этой истории 10 лет, но началась она гораздо раньше. И это история, которую нельзя пересказать кратко. Она о помощи и возможности быть услышанным, об искренней радости и вкусе победы, о росте профессиональном и над собой. И, конечно, она о белорусах. Вначале нескольких, потом десятках, сотнях, тысячах и даже сотни тысяч тех, кому небезразлична родная земля. Земля под белыми крылами. Белая Русь. Нулевые. Беларусь, как независимая страна, состоялась. 10 миллионов на родной земле строят свой дом. Таким он будет, зависит только от них. Все атрибуты независимого государства есть. Это герб, флаг, гимн. Это трудолюбивый народ. Это независимая внутренняя и внешняя политика. Прямым волеизъявлением народа сформирована структура государственных институтов. Функционирует необходимая законодательная база, способная эффективно служить общественным интересам. Благодаря социально-ориентированной модели каждый гражданин страны обладает возможностью в полной мере реализовать свои права и устремления благодаря системе социальных лифтов. Помимо вертикальной интеграции общества, получает развитие горизонтальная самоорганизация. Еще в 90-е годы в Беларуси появились десятки политических партий, но они не получили широкой народной поддержки. Каждая из них работала на узкую политическую аудиторию. Не было той объединяющей силы, которая могла бы стать опорой для президента в сплочении людей разных взглядов и интересов. Которая громко заявит «Мы – Беларусь! Мы – белорусы!» ПЕСНЯ Но здесь возникают новые вызовы, незаметные нагрузки. Но для борьбы с ними нужна новая сила, консолидирующая, мощная. Чувствовалось еще после действия прошлого, надо было по-иному подходить к тем задачам, которые стояли перед нами, перед всем обществом, перед предприятиями, перед руководителями. Притом руководителями различного уровня и различных сфер деятельности, и ученых, и практиков, и производственников, всех. Но для того, чтобы реализовать эти планы, нужно было консолидировать общество, объединить все прогрессивные силы, а действовали они, многие правильно, но несколько разрозненно. Этой силой в то время мог стать кто угодно. Когда в темноте зажигают свет, к нему стремятся. Для многих белорусов, для тех, кто строил независимую и сильную страну, было важно, какой будет эта сила. Деструктива допустить было нельзя. И вот тогда появилась идея создать организацию, которая бы обладала мощным идеологическим стержнем, которая действительно могла бы сохранять нашу историю, действительно подвигать какие-то позитивные идеи, привлекать как можно больше в свои ряды молодежь, особенно молодежь патриотической направленности. В то же время в Гродно уже несколько лет работает областное объединение «Белая Русь». Его создавали несколько десятков человек. Ученые, врачи, инженеры, педагоги. Объединяла их не профессия, а цель. Основная цель создания общественного объединения «Белая Русь» — это все-таки консолидация белорусского общества, которое будет сотрудничать с органами власти и в том числе будет услышана этими органами власти. То есть фактически здесь общественное объединение стало посредником между органами власти и белорусским обществом. Оно позволило обществу быть услышанным властью, и в том числе оно помогает нашим органам власти преобразовываться в соответствии с веяниями времени. Под именем «Белая Русь» в новом общественном объединении собираются сперва десятки и сотни, немного позже тысячи человек. У них совершенно разные судьбы, профессии, жизненные истории. Нет и ограничений по возрасту. Есть смысл и цель. И они становятся определяющими. Меньше чем через год «Белая Русь» принимает участие в подготовке и проведении выборов в национальное собрание. Сегодня же участие в политических кампаниях всех уровней для объединения не в новинку. На счету семь избирательных марафонов, причем здесь не только помогают кандидату, но и обучают наблюдателей. За проведением предыдущих выборов в парламент следили более 4,5 тысяч человек, только от «Белой Руси». В той же парламентской кампании участники объединения были и в роли тех, кого выбирают. Всего «Белая Русь» поддержала 99 кандидатов. Мы оказываем поддержку при подготовке программы кандидатов, депутатов, формируем инициативные группы, оказываем помощь в сборе подписей. Обязательно у нас широко проводится агенционная кампания. У нас для этого есть и символика, и возможности. 15 из 99 кандидатов, которым помогала «Белая Русь» во время парламентской кампании 2016, не состояли в объединении, но обратились за поддержкой. По итогам выборов 68 человек заняли депутатское кресло. Одна из них – Оксана Нехайчик. В парламенте уже второй созыв. Новые 4 года воспринимает как лучшее время в депутатской карьере. Говорит, такая поддержка единомышленников не просто помощь, то, что помогает расти над собой. Если мы говорим о гражданском обществе, о том, о чем сейчас очень принято и популярно говорить на Западе, то вот мне кажется, реализация человека через общественную организацию, через общественное объединение – это тот опыт, который может помочь ему в перспективе стать активным гражданином и иметь свою гражданскую позицию. Сегодня депутатский корпус объединения насчитывает 102 депутата и сенатора обеих палат национального собрания и больше 5000 депутатов местных советов. С активом «Белой Руси» накануне старта очередной кампании по выборам депутатов местных советов встретилась глава Центра сберкома Лидия Ермошина. В мероприятии приняли участие более 230 человек со всех регионов страны. Общение проходило в формате «вопрос-ответ». Одной из главных тем стала стратегия участия объединения в избирательной кампании 2018 года. «Белая Русь» использует все возможности, которые предоставляет закон для общественного объединения. Большая часть тех, кто организует выборы на местах, содействует их организации. Я имею в виду местную вертикаль. Это все члены общественного объединения «Белая Русь». Именно поэтому я и встречаюсь сегодня в рамках общественного объединения, исходя из того, что в зале прежде всего будут профессионалы. Тамара Амелина в общественную приемную «Белой Руси» пришла не впервые. Но в первый раз с проблемой, решение которой сама найти не может. Я пришла, наверное, проконсультироваться, найти какую-то поддержку, может, объяснение, что мне делать и как мне, в общем-то, решить свои вопросы. Я так думаю, что общественные объединения для того и нужны, чтобы как-то облегчать жизнь людям, делать жизнь более комфортной. Может быть, интересной даже, и оказывать, естественно, какую-то помощь. Найти ответы и, главное, быть услышанным здесь может каждый. Со своими проблемами, вопросами и даже идеями в общественные приемные «Белой Руси» по всей стране приходят нередко. Всего открыто более 160 таких кабинетов. Здесь готовы не просто выслушать, могут помочь. И для этого постоянно совершенствуют механизмы работы с местными властями и парламентариями в том числе. Совсем недавно с инициативой создания депутатской группы выступили в Брестском регионе. То есть мы хотим создать вот эту вертикаль для того, чтобы какие-то проблемные вопросы, которые требуют решения на высшем законодательном органе, те вопросы, которые могут решаться на местном уровне, не решаются на местном. То есть соединить депутатов. Это эффективно для работы, для решения тех задач, проблем, которые существуют и у нас существуют в обществе. Постоянный мониторинг общественного мнения и желание его слышать – что может быть важнее для работы с людьми? Для них «Белая Русь» становится проводником к цели или помощником в решении проблем. Сегодня общественная приемная – это уже давно не формат один на один. Все чаще помощь на месте готовы оказать юристы, медики, руководители предприятий и, конечно, депутаты. И теперь нередко здесь звучат не жалобы, а конкретные предложения. Как сделать жизнь лучше и проще? Кабинеты «Белой Руси» по всей стране становятся площадкой диалога на самое важное для каждого темы. Но сегодня общественная приемная приобретает несколько иной ракурс. Это площадка для обсуждения, где происходит общественное обсуждение тех законопроектов, которые принимаются, инициатив, и иных социальных проектов, которые существуют в обществе. В процессе этого конструктивного разговора, с одной стороны, выступают инициативные, активные, заинтересованные граждане. С другой стороны, это представители органов местной власти, а также депутаты различного уровня. К слову, в периоды избирательных кампаний общественная приемная становится настоящими политическими штабами. Они работают не только на имидж самого объединения, но и помогают депутатам, которые состоят в Белой Руси, в их работе. Первые такие кабинеты появились во время выборов в парламент в 2008-м. И тогда сразу стало ясно – закрыть приемная уже не получится. С тех пор эти общественные службы работают как маячки. Каждый запрос и проблема попадают в соответствующие службы и обязательно на стол к депутату этого округа. Парламентарий может не только помочь, но и отказаться от проведения специальных мониторингов и опросов, на которые тратятся большие деньги. Ведь вот он, округ с тревогами и мыслями, как на ладони. Ничего, что важно людям, не пройдет мимо общественной приемной, а значит и мимо депутата. Белая Русь активно участвует и в самой важной электоральной кампании страны – выборах президента. За свою десятилетнюю историю объединение уже дважды принимало решение о поддержании Александра Лукашенко своим кандидатом на высший пост в стране. Сбор подписей и агитация – самая заметная часть работы Белой Руси на выборах. Главная задача – донести практически до каждого избирателя программу политика, его видение будущего независимой Беларуси. Действует и обратная связь. По всей республике общественная приемная Белой Руси становится общественными приемными кандидатов в президенты. Почти без выходных там дежурят доверенные лица претендента на пост главы государства, должностные лица и депутаты. Услышать голос народа – это основная миссия штаба кандидатов в президенты. Адвокат Дмитрий Кувшинов в качестве волонтера участвовал в двух президентских избирательных кампаниях. Говорит, для него это не только уникальный опыт, но и возможность стать частью важного и общего дела. Это моя активная гражданская позиция. Участвуя в работе общественной приемной, я тем самым выражал свою активную позицию в обществе. То есть не сидеть на диване дома и смотреть телевизор, как это все происходит со стороны зрителя. А я хотел именно принять участие в самой работе, в горящей работе, обращении людей, граждан, чем помощь им оказать, чем могу. То есть это мои знания в юрспруденции. И вот тем самым я оказывал свою помощь как кандидату в президенты, так и общественной приемной в Белой Руси. Есть и конкретные примеры того, как идея с бумаги переходит в плоскость жизненную. Ветеран войны Григорий Равич несколько лет назад обратился в общественную приемную не с просьбами и жалобами, а с идеей. Спустя время, уже к 9 мая, на улице Якубовского в Минске была открыта вторая очередь памятника дважды Герою Советского Союза. На барельефе жизненный путь маршала Якубовского, а текст для него написал сам ветеран. Идея возникла здесь, у памятника. Люди приходят и не знают заслуг Ивана Игнатьевича Якубовского. Наша идея положительного стремления. Белая Русь нам все время одобряла нас, поддерживала. Сохранение исторической памяти всегда было важным и общим делом для Белой Руси. Например, здесь, в мемориальном комплексе Тростенец, проводят субботники. Волонтеров от объединения привлекают помощь городским организациям. Для меня не составило вообще большого труда прийти на субботник. Я считаю, что каждый человек может что-то сделать для своего города. Если мы все объединимся, это сделает наш город чище и красивее. Некоторые волонтеры приводят с собой малышей, показывают пример своим добрым делом. И здесь проводят экскурс «Прошлое для нового поколения», которое об ужасах войны узнает только из книг. Считаю важным убирать в доме, убирать в месте, где ты живешь. Тем более, здесь большой Тростенец. Это боль каждого белоруса. Территория смерти на окраине Минска, как ни странно, теперь символ жизни. Того, что ничто не забыто и того, что она продолжается. Пока мы помним об общей страшной беде. Помогают приводить в порядок землю не только на месте лагеря смерти. Волонтеры подключились к работе и в Куропатах. Белая Русь проводит сбор средств на возведение мемориала на месте захоронения жертв политических репрессий. Такая страшная, но наша память должна сохраниться. Ведь это история белорусского народа. Наведение порядка здесь уже традиция. Именно по таким проектам сегодня узнают Белую Русь. Общественное объединение не объединение ради, а для того, чтобы с инициативой и идеей человек не оставался наедине. Для того, чтобы она работала во благо. Для того, чтобы человек был вовлечен в решение государственных задач и чувствовал ответственность за свои решения. Для этого и необходимы негосударственные институты. Об их роли президент Александр Лукашенко говорил еще в 2008-м, во время ежегодного послания белорусскому народу и парламенту. Беларусь пытаются преподнести как страну, где чуть ли не запрещено всякое общественное движение. Да нет же! Абсолютно понятно, что по мере возрастления нашей страны будет еще больше активизироваться общественная деятельность граждан. И власть в первую очередь заинтересована вовлечь здоровые силы в реализацию государственных задач. Белая Русь к решению общих для всех задач приступила с самого момента создания. О таких важных, таких простых и понятных вещах редко задумываешься, пока у порога твоего дома или за твоей спиной не начнется очередная политическая игра, где факты не имеют смысла, потому что финал предрешен не в твою пользу. В это время как никогда важно быть сильными и вместе. Уже через два года после появления на политической и социальной арене страны Белой Руси и снова во время послания народу и парламенту президент скажет, «Важно доказывать делами, что социальное партнерство – не пустые слова, а реальный способ выйти из любого кризиса более сильными, сплоченными и готовыми к новым вызовам». «Слишком тяжелым трудом мы строили и строим свою страну, чтобы стать жертвами чьих-то политических амбиций. Общественные объединения должны стремиться к установлению баланса интересов своих и государства. Тогда и власть сможет опереться на них, как на выразителей взглядов соответствующих групп и граждан». Спустя 10 лет после первых шагов в люди и с людьми Белая Русь охватывает всю страну и говорит громко, в голос. И это голос многих белорусов. Накануне глобального съезда Белой Руси Совет Объединения собрался вместе, чтобы обсудить планы и перспективы. Здесь все настойчивее звучат предложения, их привезли из своих регионов представители областей, а трансформация общественного объединения в партию. «Общаясь с членами первичек, участвуя в совещаниях районного совета нашей организации, периодически поступают вопросы. Люди говорят о том, что, в принципе, мы уже готовы. И поступают вопросы такого порядка, когда же мы все-таки уже станем партией, станем ли вообще. То есть вопрос, данный вопрос преобразования в партию, людей уже, скажем так, интересует и достаточно давно». Но ответ на вопрос времени, понятно, должен быть согласованным, единым. Именно поэтому все самые важные решения в объединении принимают сообща, открытым голосованием. Впрочем, интеллектуальный резерв страны настаивает. Преобразование в партию уже не вопрос, необходимость. Общественная жизнь в Беларуси усложняется, она становится более многообразной, появляются разные группы интересов. Поэтому партии, естественно, мне кажется, будут увеличивать свое присутствие в политической жизни. И будет расти их вес, потому что кто-то отставит одни интересы, кто-то, например, другие. Поэтому логичный шаг, конечно, для Белой Руси – все-таки специализироваться уже на политической жизни, даже скажу, политической борьбе, потому что, опять же, силы разные, надо их уравновешивать. Должна какая-то быть сила была балансирующая, центристская. Маленькая Наташа здесь не впервые. Хоть сегодня с интересом и любопытством рассматривает каждую деталь. Здесь она родилась. И, конечно, ничего не помнит об этом дне. Но помнит ее мама, как и миллионы других мам помнят самый яркий момент в их жизни. Помнит в деталях, как впервые приезжала малышку к груди. За окнами в то время гремели залпы салюта. Страна отмечала День независимости, но ей казалось, яркие вспышки раскрашивают небо в ее честь. Так, значит, совпало, что это с Днем независимости совпал день рождения моей дочки. Ну, такой двойной праздник получился. Вот, нас попросили спуститься вниз. Там вот все мамочки собрались. Нас поздравляли, говорили приятные слова. Ну, это было, конечно, приятно. Впервые трогательную акцию, а теперь уже традицию, поздравлять мамочек, родивших в День независимости, провели в 2009-м. С тех пор более двух с половиной тысяч мам получили бонусом к самому важному подарку в жизни поздравления от руководителей регионов, предприятий, культурных и общественных деятелей. Необычное поздравление для семьи Вероники Талидовича не стало последним. Спустя шесть лет после того, как Наташа получила в подарок свою первую распашонку, ей вручили и первый портфель, как раз 1 сентября, первый раз в первом классе. Карандаши, фломастер, книги, альбом для рисования, цветная бумага, картон. Такие добрые акции уже стали визитной карточкой общественного объединения. По всей стране представители Белой Руси шефствуют над детскими домами, помогают многодетным семьям и тем, кто оказался в трудной жизненной ситуации. Пока растут дети Белой Руси, наши дети, растет и она. К 2010 году в объединении 100 тысяч человек. Недаром в объединении, ведь объединенных целью, смыслом, формой. В это же время стартуют и проекты с повышенной социальной ответственностью. Проводится мониторинг органов госуправления, работают над обучением потенциального кадрового резерва вместе с Академией управления. Это будущая движущая сила, те, кому предстоит продолжать дело. Вот эту молодую энергию, очень важно, ведь задача педагога ее правильно направить. Направить на достижение будущего. И очень важно, чтобы они ощущали преемственность поколений. Потому что в молодые годы все делают ошибки. Это неизбежно. Но когда есть рядом старший товарищ, который подскажет и направит, это очень важно. Поэтому мы приглашаем наших старших товарищей из Белой Руси. Мы приводим им примеры из жизни. И чтобы они интересовались, просто были небезразличны. Немного позже уже полноценный проект «Школа молодого лидера» откроет свои двери для студентов. Сюда приходят те, кто чувствует, что может делать большее. С идеями, вопросами, предложениями. Впрочем, школы для молодежи в объединении не ограничиваются. В Академии наук проводят семинары для лидеров региональных организаций. Здесь не только обсуждают будущее страны, но и теоретические основы развития гражданского общества. С научным подходом работают в объединении и на места. Научный подход является базовым в организации деятельности как первичных структур, так и деятельности в том числе и всей Белой Руси. Именно социологи нам помогают узнать настроение, разрабатывать подходы. Философы нам создают в том числе идеологические, ценностные ориентиры и основания историки. Нам дают понять нашу историческую память, наши традиции, наши корни. Это является основой и базисом для Белой Руси. Поэтому я думаю, что именно те итоги, которые мы сегодня имеем и наработки благодаря сотрудничеству Национальной Академии Наук Республики Беларусь и Республиканского объединения Белая Русь, они выражены в тех сборниках материалов, которые уже имеют место быть, которыми пользуется может любой член Белой Руси от первичной организации до Республиканского совета. Два года молодые люди общаются с представителями власти всех уровней, руководителями предприятий, сами становятся важной частью других проектов Белой Руси. Каждый выходит из школы с предложениями по работе. А эти юноши и девушки выйдут из школы общеобразовательной с совсем не детским опытом. Белая Русь в Гродно поддерживает молодежный парламент при областном совете депутатов. Старшеклассники сами себе скидку на возраст не делают. Проводят почти настоящие выборы и даже агитацию, общаются с избирателями и презентуют свои проекты. Они тоже не детские. На рассмотрение в зимние сессии, например, вынесены вопросы финансирования проектов молодых ученых и поддержки экологических инициатив. Тут уж без взрослых справиться сложно. Мы беседуем, мы проводим разные акции, посещаем школы, гимназии, лицеи, устраиваем мероприятия. Главный бонус. Каждый из молодых депутатов ежедневно общается в среде потенциальных избирателей, хорошо знает их проблемы и интересы и в курсе трендов. Так формируются сперва лидеры мнений, а потом просто лидеры. И кто знает, возможно через несколько лет они займут места в парламенте без приставки «молодежные». А этим людям помогают избавиться от приставки «любитель». Будущие лидеры мнений, школьники и студенты, которые мечтают попасть в профессию или, напротив, пишут для души и в стол, здесь находят силы, вдохновение и призы. Конкурс работ среди непрофессиональных журналистов «Золотое перо» «Белая Русь» проводит с 2013-го. Какой у него взгляд, скажи, что он? Удивленный, да? В этом детском саду, в родном Могилеве, Мария Федюшкина работает уже несколько лет. После университета стала воспитателем. Сегодня уже педагог-психолог. Говорит о профессии журналиста, никогда и не мечтала, а вот писать почему-то хотелось. Я прочитала много статей, я просмотрела много видео. И я, наверное, пришла к тому выводу, что да, нужно написать. Я изложила все свои мысли на листе бумаги, как говорится, да. Для меня это был крик души. Мария стала одним из победителей творческого конкурса. Всего за 4 года в нем приняли участие более 7 тысяч человек со всей страны. 36 победителей вместе с главными призами увезли домой уверенность в том, что все возможно. И веру в себя. Свою перемогу треба присвятить семье и треба присвятить другой семье. Это, конечно, школе. Вучням, с которыми я працую, зараз у меня 5-11 классы, таки, здаются, разный взрослый. Но в тот же час одно и в том, что каждый учень мкнется до самоудосконаления. И я, как наставник, в первую очередь повинна показать этот прыгод, в другую развить умения своих учнях, их навыки, заохватить их. И показать, что все, что не робится, это немарная справа, это на корысть. На корысть к себе в первую очередь, ну и, конечно, грамадству. Возможность стать собой и заниматься любимым делом Белая Русь дарит не только журналистам, но и музыкантам. Год назад на всю страну зазвучали звуки аккордеона в проекте «Беларусь. Тур». Композитор Игорь Квашевич поставил перед собой амбициозную цель – за 10 месяцев провести 120 благотворительных мастер-классов и концертов в 120 белорусских городах. Около 5 тысяч детей, только детей, посетили вот эти дневные мероприятия благотворительные. Более 20 тысяч взрослых посетили вечерние концерты. Глобальная цель требовала глобальной поддержки. И мечта сбылась. В завершении гастролей на сцену выходил уже не один золотой аккордеон. Во время мастер-классов Игорь Квашевич набрал команду юных музыкантов, чтобы вместе завершить гастроли по Беларуси. И такие культурные истории происходят по всей стране. Начиная от творческих коллективов, созданных на предприятиях при поддержке объединения, и заканчивая глобальными известными проектами. Участвовала Белая Русь и во Всемирном фестивале молодежи и студентов в Сочи. Сегодня Белая Русь – это десятки проектов во всех сферах и 175 тысяч единомышленников, которые поддерживают президента Александра Лукашенко. Их уже не нужно никому представлять, они могут не представляться. Их знают не просто по имени, по проектам и делам, по желанию слышать. Они те, кто дают шанс стать собой и расти в профессии. Они все уже доказали. На мирной земле под белыми крылами. Под именем Белая Русь. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова